Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. И, конечно, мы сегодня с вами порисуем фигми. Вторник, а значит время разобрать самую ужасную, наверное, работу, которую я видел за последние месяцы в рамках разбора за 3.2.2. Но так ли это? Давайте с вами разберемся. Есть группа ВК, есть обсуждение, разбор работ за 3.2.2 и есть пост от Арсения. Привет, Андрей! Арсений, тебе большой привет! Интересует разбор сайта MSP.RF. По итогу хочется получить ответ на вопрос, насколько он удобен в использовании для целевой аудитории. Обычно в рамках данной рубрики ученики, дизайнеры, работающие, либо которые стремятся только к профессиональным уровням, присылают свои фреймы. Я эти фреймы перерисовываю и направляю в сторону, куда можно улучшить проект. Это уже готовый сайт. Он реализован, поэтому это не разбор за 3.2.2. Это фактически обзор целого проекта, но вот с подачи Арсения. И честно сказать, я вообще не хотел данный ролик записывать. Я думал о том, чтобы просто написать Арсению, вернуть ему эти деньги, 322 рубля, чтобы этот материал просто не появился на канале. Так как есть цикл дизайна, который мне не хочется забирать, кроме возмущения. Он меня ничего не вызывает, потому что вы сегодня увидите, что здесь нечего менять. Этот проект надо просто сжечь и сделать его заново. С другой стороны, я решил так, что раз Арсений хочет посмотреть оценку, ну давайте вспомним добрые времена, когда Андрей был в окне, и когда вот такие проекты, ну просто как их разбирать, вы сегодня посмотрите по-другому. Просто я не умею оценивать такие работы, кроме как, конечно, в сравнении в рисовках, но слова подбирать сегодня не буду. Ровно так, как эта команда заслужила оценку своего дизайна. Все, хочется начать с того, что посмотреть все с конца. Когда проект был сделан, ведь я бы, наверное, понял, если бы этот сайт был реализован лет 10 назад, и он мучительно что-то там видоизменялся. Получается невероятная кракожабра в дизайне за 10 лет. Там одна команда приходит, вторая. И у нас написано, что есть 2024 год. И согласно тому, как я понял, вот это был проект сделан в прошлом году, и в 2024 году он нам презентуется. И это уже говорит о том, насколько это ужасный, омерзительный проект, с учетом того, что все было на рынке. На рынке есть рефы. Всегда можно пойти и просто найти себе сайты, где уже все сделано хорошо. Не думайте, что в дизайне есть только одна команда дизайнер, арт-директор, менеджер проекта. И все, пепелище, никого нет, кто что-либо понимал. И вот мы приходим и из нашей головы делаем проекты. Есть прекрасный реф информационного проекта, это Profi.ru. Есть то, что я не так давно разбирал, прекрасный проект в сдвоенном контейнере от Тинькова. Есть замечательные правила информационного большого проекта РБК. Но если дизайнер, менеджер, собственник компании понятия не имеют, что делать дизайнер, просто скопируйте хорошее решение. Но для того, чтобы копировать решение, нужно понимать эти решения. То есть не просто смотреть, это что вообще такое, мне нравится, не нравится. Это типичная оценка менеджеров, которые вообще не понимают, зачем дизайн делается. Нужно оценить, ага, как это устроена композиция, ага, здесь на первом месте заголовок, потом визуальный ряд, потом у нас на третьем месте основной информационный блок. Дать оценку ценности этого дизайна, чтобы потом перенести в свой проект. Кроме того, в свое время были материалы на канале. Но опять же, кто их смотрит? Ну, эти команды, у дизайнеров настолько раздутая эго. Мы точно все знаем. Нам не нужно смотреть ни то, что делают другие команды, ни материалы, которые дизайнеры профессиональные, такие, как я, записывают на YouTube. Зачем? Они все там где-то внизу. Мы величайший уровень, который только есть в дизайне. Вот был про золотой треугольник. Этот ролик был записан два года назад. Я рассказывал, что основа любого большого проекта это белый фон, гротеская, палитра нейтралей. Был материал полтора года назад, где я показывал, каким образом любая большая компания проходила развитие в своих проектах за последние 15-20. Все начиналось с гигантского визуала, потом он упрощался и приходилось к точным акцентам. Весь дизайн в техническом уровне – это акценты и пространство. Поэтому вот диапазон. Красный самый низший – это дно в дизайне. Мы сегодня с вами его опять посмотрим. Есть что-то среднее, где уже у дизайнера вместо эго его раздутого. Появляется желание посравнивать. А что же я делаю для конечного потребителя, для обычного человека? И вот примеры того, как компания за 15 лет может пройти от самого донного дизайна, где невероятно долго и сложно получать информацию, идти по этапам сценария к максимально простому, что на первом месте, на втором и на третьем. Но вот такое у нас сегодня превью. Теперь мы приходим к этому сайту. Разбирать его – это просто невероятно. Еще раз, здесь нет ни одного правильного экрана, ни одного. Это просто омерзительный проект. Мне было бы интересно, кто тот человек. Я понимаю, что дизайнер зачастую – это просто подчиненный. Верстальщик, он делал ровно то, что ему потом передали. Кто тот человек, вот в этом проекте, кто принимал решение, что именно это пойдет у нас в дизайн для конечного потребителя, и это будет сверстно. Здесь все ужасно. Пожалуйста, Арсений, если ты знаешь этого человека, напиши. Мне было бы очень любопытно посмотреть, кто принимал решение. Может быть, тут осваивали деньги. Может, вообще было на все плевать, лишь бы как-то сделать, чтобы там галочка «отчетность» была поставлена. И вперед. Первый экран – это квинтэссенция глупостей. Здесь просто каждый блок ужасно сделан. Давайте я вам расскажу, как это работает. Мы переходим к сравнению, чтобы понять, что делает один дизайнер, умный, который думает, а другого дизайнера. Но, опять же, говоря, дизайнер, это вполне возможно, я к менеджеру буду обращаться. Поэтому все, что дальше я говорю, дизайнер – это человек, который принимал решение. Мы первым экраном должны рассказать суть проекта. У нас проект какой? Это рекламный проект или лендинг. Мы там просто один товар презентуем, у нас там куча визуала. Либо информационный проект. Вот пример Profi.ru. Если информационный, то мы и правила берем соответствующие, чтобы мы не тратили время человеку. У нас появляется смещенный акцент в виде фона, визуал, который вообще не относится к сути этого экрана, контрастная типографика. Вы только посмотрите на пояснение. Массив данных, больших букв. Государственная платформа, поддержки, предпринимательные, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес. Это вообще что? То есть дизайнер просто с менеджером даже не может массив данных разбитым во блока. Государственная поддержка, предпринимательные, самозанятые, начинающие бизнес. А дальше либо с буллетами, либо без буллетов, но закладными буквами. Вы понимаете, что этот блок описывает суть мышления этой команды? Что она понятнее имеет, что основной критерий оценки работы, в информационных проектах, это скорость взаимодействия с каждым блоком. Если вы хотите, чтобы вот этот блок максимально быстро человек воспринял, так и правила нужно такие в дизайне применять. Вот эти правила, называется акцент и пространство. Мы все сокращаем, потому что скорость будет определять, насколько быстро человек с одного блока переходит в другой и может подойти к результату взаимодействия. Для чего вообще этот проект нужен? Это первое, с чего должны начинать команды. Это информационный проект, чтобы рассказать о разных сервисах, чтобы человек начал им пользоваться. И второе, чтобы он отсюда забирал данные, мы сегодня их еще посмотрим. Это просто песня, а не проект. Все, что здесь сделано в первом экране, мешает мне и конечному потребителю увидеть суть данной разработки. Ну а теперь к логотипу. Ведь если проект донный, самый низший, здесь везде будет проблема. Вы видите на сайте MSPRF. Вот с какой стати, согласно представлению менеджеров, дизайнеров, я должен знать, что такое MSP. То есть я должен идти в Google и смотреть, расскажи мне Google, что такое MSP, что это оказывается у нас малое и среднее предприятие, малое и среднее предпринимательство. Вы мне скажете, ну здесь же есть малое и среднее предпринимательство, которое рядом находится. Да, только оно стоит рядом с иконкой, рядом с логотипом, относящийся к этому тексту. Это не расшифровка аберриатуры, это рядом соседняя иконка, которая не связывается с названием. Более того, внизу появляется, вот она, и тут знаете, что написано? Национальный проект России малое и среднее предпринимательство. Настолько команда, настолько они гордятся, что эту бирку нужно рядом поставить, чтобы мне не разъяснить, что такое MSP. И мне нужно в Google идти, чтобы это понять. Это не дизайнер будет мне рассказывать с менеджером. Они не могут просто взять и написать рядом MSP и рядом расшифровать. Ну да, раз есть такая аберриатура, прямо здесь расшифруйте. Расшифровка здесь приводит к тому, что мы теперь и заголовка можем убрать. Ведь теперь самая главная часть будет цифровая платформа. И этот заголовок определяет суть всего экрана. А потом цифровая платформа разъясняет нам те сервисы, которые нам доступны. Вот он блок, который самый важный в первом экране. И вместо того, чтобы его поставить и показать, какие сервисы есть, нам ставят визуал, который просто красив. Нам нравится, что у нас есть анимация. Нам нравится, что у нас есть вертолет. Нахрена это нужно пользователю? Это не рекламный проект. Это проект информационный. Здесь все про информацию. Поэтому здесь про информацию, здесь про информацию, здесь тоже про информацию. Хотя тут визуализируется информация. А у вас просто нам так нравится. Это худшее, что может быть в дизайне, когда человек, который делает сервис, он делает его для себя. Вот мне так нравится. Хорошо, тогда ты должен иметь очень высокий уровень понимания в дизайне, а не вот это вот днище. Первый экран полностью провален. Ну и конечно, мы находимся в 2024 году, но мы делаем сдвоенный контейнер, чтобы потом взять и сократить перечисление нашего рубрикатора. Мы не можем это вынести в отдельный блок. Мы не можем убрать этот нахрен ненужный логотип, кроме названия. Тут важно MSPRF. Все, больше ничего не важно. Не нужна здесь никакая иконка. Здесь должна быть правильная группировка названия с расшифровкой. Ну видите, здесь я даже выравнивать не стал. Я просто подставил. Вы только вслушайтесь, каким образом я это все говорю. Я давно таких проектов не видел. Я их просто пытаюсь игнорировать. Они меня возмущают до глубины души. Потому что здесь люди, которые это делали, плевать хотели такого, как я, наконечного потребителя. Им вообще фиолетово, как с этим будет взаимодействовать человек. Они не понимают критерия по оценке своей работы. Они просто бездумно копируют все, что они знают и насмотрелись на рынке, в свой проект бросают. Хотите расшифровки этого? Давайте дальше. Следующий экран. Вот это давайте посмотрим. Ну опять же, мы к этому придем. Ну вот он экран. Когда я его увидел, я просто уже орал. Ладно, там первый экран, там просто какая-то невероятная хрень. Но вот это. Какая цель и задача у этого экрана? Мы видим, что нам в этом экране перечисляют онлайн сервисы. Ну что будет делать дизайнер? Ну не хочет он думать. Ну найди ты пример, где уже все реализовано. Где есть заголовок, подзаголовок, основной текст. В рамках основного текста есть у нас акцент под акцент. У нас что-то более контрастное, менее контрастное. Здесь нет вообще свойства цвет. Именно поэтому нахождение в рубрикаторе, в каталоге будет определять эти правила. Белый либо серый фон. Это диапазон белого. Гротеск, палитра нейтрали и самые важные акценты и пространство. Вот просто на низ, копируй. Что делает человек? Он берет, ставит фиолетовый фон, который смещает акцент, ставит давление. Фигачит карточки каждой логики. А логика здесь является информацией. И еще иконки ставит. Потому что он считает, что именно по иконкам человек ориентируется в массиве данных. Да. Вот представьте, есть другой дизайнер думающий. Он так не считает. Он понимает, что иконки смещают акцент. Карточки будут смещать акцент. Ничего здесь не нужно, кроме как перечислений. И дизайнер сейчас, внимание в этом блоке, будет думать. Да, у него тут много разных решений может быть. Могут быть карточки, могут быть цифры. Он сидит реально над одним блоком, думая. Он просто задает вопросы, что мне нужно сделать, чтобы человеку было максимально удобно. Мы можем написать заголовок, подзаголовок, сделать перечисление, сгруппировать и поставить им, опять же, этим блоком, ну, какое-то описание. Здесь там финансы, документы. Нужны ли буллеты? И сидит дизайнер и всматривается. Он говорит, если я считаю, что нужны, делать один блок с ними. А другой, он убирает буллеты и сравнивает. Каким образом человек будет взаимодействовать, зная главный критерий – это скорость. Вот я на ваших глазах все это убираю, и у меня есть два сравнения. Потому что именно время все определяет. В дизайне есть понятие минимализм, но с точки зрения технического описания, правильность – это акценты и пространство. Мне оставит буллет, либо это тоже лишняя плотность, смещающая акцент с выбора. Потому что если я правильно сгруппировал, правильно поставил правило, заголовок, произволок, текст – все, пусть человек здесь ориентируется, что-то находит. Но нет, здесь ты, это же красиво, вертолет, фон. Это просто абсурд. То есть мышление какое-либо отсутствует. Это вот он. Это ролик записан два года назад. Вот полтора, когда он был. Да, два года назад. Видите? Про Сбербанк. Это вот это днище, визуальное днище в информационном проекте. И любая маломальская компания, которая уже работает с дизайнерами, которые уже года три хотя бы рисуют, да никогда так не сделает. Все будет в нейтралях на белом фоне. И только данная платформа нам это показывает. Это все добивается. Вот у нас блок. Ну, что вы здесь хотите человеку показать? Цифры, показатели. Давайте мы с вами посмотрим, как все это делается. Вы представляете, что когда вы пишете 30 плюс онлайн сервисов, то можете написать конкретику, сколько их у вас? 32, 36. Вы сами не знаете, сколько вы сервисов показываете. Возьмите и поставьте их. Вы показываете 815 плюс тысяч. Это что за бред? Напишите 815 тысяч. Вот, я прямо на ваших глазах беру и пишу 815 тысяч. Все. Не надо писать тисточка. Прям пишите полную строку, как она есть. Дальше у вас 800 плюс. 800 плюс что? 802, 800 плюс 0. Если это просто 800, то вы их вот так вот и ставите. Но опять же, это может быть 1000. Я не знаю, что там имеется в виду. И потом просто меняйте местами, исходя из увеличения показателя. Потому что если вот у нас это мод, давайте 110 подставим сами. Вот я ставлю. Правильно группировка будет. Это увеличение. Вот раз, два, три значений. То есть у нас 32, 800, 815. Простейший блок для дизайнера, который строится по правилам основного текста. И соответственно заголовка. Все. Здесь лишь бы что-то было, так как мы знаем, просто абсурд. Хотите дальше? У меня есть для вас дальше. Еще раз. В этом проекте каждый блок, вот просто каждый откройте, это квинтэссенция абсурда. Это днище в дизайне, которое только может быть. Я такие проекты просто, ну вот на канале, не знаю, сколько уже не записывал. Обычно я записываю какие-то уже средние, так 5-6 балли. Это просто однобальный проект. Здесь все плохо. Его некуда направлять. Его сжечь просто нужно этот проект. Ну вот, смотрите, появляется блок, это соседние кладки, кладки вопросов, где уже дизайнер хотя бы иконку ставит, не на первом месте. Он такой, так, погодите, я могу выделить здесь именно название категории, старт бизнеса, сотрудники, договоры. И смотрите, как белый фон уже появляется. Он такой, так, я сомневаюсь. И это один проект, это контрастное решение в каждом экране. Дизайнер просто все, что знал, напихал. На фоне, на белом, с тенью, с карточкой, он понятия не имеет, что он делает, как работает акцент и как работает пространство. Но переходим с вами в следующий блок. Ну, как видите, здесь все то же самое. Какое-то там что-то 3D-шка вращается. Нафига здесь это нужно? Ваша задача текста рассказать. Что здесь человек должен увидеть? Заголовок, описание и вот проверка компетенции на сером фоне. Вот у вас должен блок. Там не нужна обводка, там не нужна иконка. Она тратит время человека. Еще раз, об этом все было рассказано. Но нет. Люди скажут, мне так привычный дизайнер такой. Мне так привычный менеджер. Я так привык. Это хрень. Это ниша, уровень, на который вы находитесь. Задача дизайнеров и дизайнеров переводить людей, сначала себя на более высокий уровень понимания. А этот уровень называется скорость. Насколько быстро мы от результатов взаимодействия. Перейдем к концу, с чем нас предлагают ознакомить данный проект. Либо информация, либо там запись, покупка. Все на этом основано. Теперь переходим к вишенке на торте. Я не буду разбирать этот весь сайт. У вас он будет в описании. Зайдите просто посмотрите. Кстати, в мобилку я не стал заходить. Потому что настолько меня этот сайт возмутил в десктопной версии. Там мобилка, наверное, меня просто там прикончит. Так вот, вы заходите в статистику. Давайте зададим вопрос себе. Зачем этот экран? Что он для нас хочет донести? Ну информацию, да? Вы согласитесь. Космонационные блоки и цифры. Как вы думаете? Вот это по центру что? Представьте, вот эта вот хрень эмоционная, с которой можно провзаимодействовать, получить интерактив. Что она нам дает? Ничего. Вы не можете на ней видеть цифры. Это просто визуал ради визуала. Вы можете крутить, например, повернуть здесь, давайте найдем с вами Южную Америку. И мы такие, что мы тут делаем? Хрен его знает. Ну потому что команда умеет это делать. А что вы сюда не поместили экран с вашим любимым сериалом? Покажите нам. Или что вы там, любимая компьютерную игру? Да просто все, что вам нравится, фигачьте в интерфейс. И я такой, что? Как я это должен воспринимать? Теперь смотрите. Когда дизайнер уже себе выстрелил в ногу. Он поставил вот эту вот хрень по центру. Ему теперь нужно сюда информацию поставить, в этот сдвоенный контейнер. Смотрите. Крупный. 13,6 тыс. Да? Но мы не можем написать просто 13,600, да? Без всяких тыс. Хотя если мы внизу сейчас перейдем, до этого блока дойдем. Вот здесь почему-то, посмотрите, у нас прям выручка написана. Там 87 и все остальные цифры. Там 18,595. А здесь почему? Да потому что в ногу себе выстрелили визуалом. Он здесь нафиг не нужен. И вся верстка просто к черту летит. Какие-то скругления, какие-то блоки. Как весь этот бред воспринимать? Это массив данных, в который мне нужно разбираться. Это дизайнер должен быть разобраться. Это он должен упростить. Чтобы я максимально быстро все понял. А он мне говорит, смотри на фон, смотри на какую-то анимацию. Никак цифры здесь не связаны. Здесь у меня какие-то формы. Сконтрастируемщие блоки. У меня вместо, чтобы 18,700, у меня тыс. Три блока и точка. Как это работает? Еще раз, это все про акценты. Это элементарно доказать. Вот у меня 18,000. Вот 18,000. И вот у меня для нас строки. Вы воспринимаете на первом месте значение, потом поясение. Что делает дизайнер? Еще раз. Он ставит 18, точка. Ну там у него может быть 0, 3. Ну допустим тут 3 было. Значит у меня вот здесь будет вместо 0, 3 пойдет. Давайте вот так мы поставим. Что он теперь? Он ставит ненужные плотности. Он ставит тыс, точка. У меня появляется 4 ненужных плотности. Раз, два, три, четыре, даже пять плотностей с точкой. Которые смещают акцент с информацией, с важной логики, с значения. И мне только в этом блоке нужно тратить больше времени, чтобы воспринять блок. И я думаю, как в 24 году настолько ужасно можно делать? Хотя у вас все есть. Вот дизайнер показывает цифры. Они полные. Они сокращенные. 33.тыс, точка. Тут нет такого. Вот 330,573. Просто скопируйте хорошее решение. Но нет. Мы здесь будем делать так. Ну и в конце. Давайте во вторую ногу выстрелим, чтобы дизайнер уже хромал и полз. Помогите спасить. Как вот это все вообще воспринимает? Вот весь массив данных. Но у нас есть карта. Излюбленная карта менеджеров. Мне кажется, эту карту с фрипика кто только не использовал. А давайте сделаем так, чтобы человек здесь трудился. Он будет наводить там каждый блок. Будет появляться значение. Где у нас опять же вместо того, чтобы выручку прочитать. Скобки, МСП, скобки по КТК. Дизайнер не знает, как поставить у нас размер больше. А МСП и ККТ поставить меньше в размере. Без скобок, чтобы акцент стоял на названии выручки. Не-не. Пусть правый блок конфликтует с левым блоком. И так сойдет. То есть дизайнер не знает, как сделать выключку. Чтобы у нас было по левой стороне. Потом отступ. По левой стороне значение. И отступ еще цифры, которые в сравнении показывали, что увеличится. И так сойдет. На фиолетовом фоне пусть разбирается. Мы не будем делать рубрикатор, либо поиск по букве А. Мы не будем сразу на белом фоне вводить значение. Пусть человек здесь вводит и разбирается. А вось он что-нибудь найдет и поймет. Ну вот. Вот у нас суть того, как мыслит дизайнер сложных блоков. Но опять же, это скорее всего менеджер был. Это таблица. У нас есть значение. Алтайский край. Рядом с ним у нас опять же выручка. Вместо того, чтобы поставить выручку больше. МСП и КТТ по меньшей через отступ, чтобы у нас акцент был на выручку. А комплектующие блоки. На этом уже прошли. Фиг с ним. Мы уже знаем, что это здесь стандарт. Есть значение. Опять же. 28,2 миллиарда. Предположим, это тоже можно сделать длину. Можно сократить. Но зачем вы тогда ставите цифры в нижнюю часть? Потому что их теперь нельзя сомнить рядом. Вы боитесь делать горизонтальный скролл в таблицах? Как же вы мобилку-то интересно делали, вы мне скажите. Вертикальный вы не боитесь. Задача таблиц и делается для того, чтобы сравнивать. У вас есть одно значение. И оно может у вас варьироваться по длине строки. Да. И оно по левой стороне. А с правой стороны у вас как раз значение там роста или падения. Они имеют отдельную выключку, чтобы человек мог ориентироваться. Да. Если длинный строк мы можем здесь уравнять какими-то сокращениями, там точками. То и это просто подожмется на один тот же отступ. Вот суть проектирования любой таблицы. И да, если она большая, имеет массив данных. Добро пожаловать на всякие биржи, где таких таблиц уже там сверстно тысячи. Так и делается. Делается лапка и человек горизонтальным скроллом все это смотрит. Но нет. Мы не будем делать удобно. В скобочках быстро по времени, чтобы человек корректировался. Мы сделаем, чтобы лишь бы вздвоенный контейнер, как нам все это поместить. Пусть человек все это разбирает. Это абсурднейший проект. Просто абсурднейший. Ну и в конце мы можем перейти еще в один экран, где вообще контейнер меньше даже ноутбучной версии. То есть посмотрите, кто вообще там в пикселе 800 стоит. Невозможно оценить этот проект, кроме как просто абсурднейший, самомерзительный, что я видел за последний месяц-полтора. Такие проекты на сайте я давно уже не обозреваю. Ну плохого дизайна гигантского количества. И в данном случае Арсений просто это подсветил, чтобы я это посмотрел. Чего его разбирать? Этой команде нужно просто, кто это все это делал, свое эго поставить на второе место. На первое место поставить желание познать мир дизайна. Узнать, зачем все это делать. Какие специфики есть в проектах. Есть информационные проекты. Есть рекламные, где там от баннера нам больше не делать. Не знаете, но просто скопируйте. Скопируйте готовые сильные решения других сильных команд. Это же какая-то должна быть закрытость и предвзятость, что никого не существует. Никто ничего в дизайне делать не умеет. А вот только мы. Поэтому пусть адаптируется и так сойдет. Нет. Это однобальный проект ужаснейший. С которым просто не надо взаимодействовать. И эта команда должна все это переделывать. Я просто понимаю всю ту боль и страдание человека, который перейдет в этот проект. Потому что он хочет освоить эти платформы. Ему нужны. И он начнет вот с этим взаимодействовать. Тратить свое время непонятно зачем. И отвечая на твой вопрос, дорогой Арсений, удобен ли он в использовании для целевой аудитории? Ну пусть этот вопрос повиснет в воздухе. Надеюсь, Арсений, ты и сам смог ответить на этот вопрос после моего разбора. Вот такой вот у нас немножечко назад в прошлое экскурс горящего Андрея. Вот таким образом. Вот такие проекты я могу разбирать. Я их либо игнорирую просто, потому что, ну а чего мне в 100-500 раз то, что на канале там таких роликов у меня уже сотни записаны. Ну вот мы с вами вернулись там в 2018 год. Я открывал такой же проект и просто вот так же его разносил. Потому что это просто днище еще тогда было в 2018. А в 2024 это просто вообще, это каким образом все это можно воспринимать? Просто ерунда полнейшая. Даже не поняли специфику, что за проект, какие правила взять. И как каждый экран нужно просто через варианты вариаций мучиться, страдать и делать решения для конечного потребителя. Для человека. Для меня, для вас зрителей. А не для своего эго менеджерское. Мне нравится. Это красиво. Да вот эти нравится и красиво. Вот себе дома ставьте на ноутбуке, а людям делать нормальный проект. Вот это вот проблема дизайна. Это, конечно, в менеджерах они понять не имеют, зачем нужен дизайн и как его правильно делать. Ну и дизайнеров, которые не могут все грамотно разъяснить. Да, деньги платят за все. И вот за такую хренотень платят деньги. Другое дело, что, например, мне просто не нравятся такие проекты. Если мне говорят, сделай плохой дизайн, я говорю, ищите плохого дизайнера, пусть вам делает плохой дизайн. Мне платят деньги за хороший дизайн, я его буду делать. Ищите плохой, плохой дизайнер. Вперед, делайте вот такое и потом считайте, что это кому-то нужно. В скобочках нет, конечно, никому. Спасибо большое, что посмотрели данный материал. В конце по традиции я желаю вам, в том числе и создателям этого проекта, любви вам, процветания. И с каждым днём будьте добрее к себе и к людям. И тогда вы дизайн начнете делать другой. Человеческий, пользовательский. В основе UXV лежит юзер, пользователь, человек. Но нет, все что угодно, только не про пользователя. А на сегодня это всё. С вами Андрей Лов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok